Здравствуйте, коллеги! В докладе Петухова представлены вопросы циклического кода Грея и генетического гулевологического кода, коллективного алгебрологического сознания. В проблеме сознания и искусственного интеллекта следует помнить следующее положение. Без математической логики теряют всякую почву дискуссии о том, может ли машина мыслить, и становится бессодержательной актуальная проблема создания искусственного интеллекта. Организмы наделены врожденной способностью к сознательным действиям, поисках пищи, спасении от хищников, строении сооружений, и даже организмы, лишенные нервных плеток, наделены аналогичной способностью. Напомним, что физиология активных тканей строится на фундаментальном, бинарном законе «все или ничего». Нервная клетка и мышечная единичка дают ответы только «да» или «нет» на действия различных стимулов. На подпороговые стимулы они не реагируют, а на надпороговые отвечают полной амплитудой. Это ассоциируется с работой триггеров компьютера. Крокодильчики и черепашки, вылупившиеся из яйца, сразу ползут к воде вполне координированными движениями на основе логически согласованной активности миллионов их бинарно работающих нервных и мышечных клеток. Подобные факты о генетически наследуемых телах наводят на мысль о возможной связи системы генетического кодирования с булевой алгеброй логики. Задача доклада. Первое. Показать связь системы генетического кодирования с булевой алгеброй логики. Второе. Аргументировать выдвигаемое мной положение о существовании, помимо известного всем генетического триплетного кода аминокислотных последовательности белков, более общего генетического кода булевых функций на основе n-плетов алфавитов ДНК, важного для осмысления наследуемой логики взаимодействия частей тела. Третье. Представить сопряженную с булевым генетическим кодом концепцию коллективного алгебрологического сознания как подраздела общей темы сознания. Создатели квантовой механики Йордан и Шреддингер указывали на ключевое отличие живых тел от неодушевленных. Неодушевленные объекты управляются средним случайным движением их миллионов частиц, и движение отдельных частиц несущественно для целого. Напротив, в живом организме избранные генетические молекулы обладают диктаторским влиянием на весь организм за счет квантового усиления. Смотри историю квантовой биологии. Для раскрытия секретов и патентов живой природы необходимо изучение закономерностей информатики ДНК. Организм представляет собой многоуровневый хор, генетически наследуемых, согласованных циклических процессов. Напомню факты. Наследуемые белки нашего тела включены в непрерывные циклы жизнь-смерть, сборки и разборки их на аминокислоты. Так, период полураспада гормона инсулина примерно 8 минут. Другими словами, генетически наследуемые части нашего тела постоянно умирают и возрождаются циклическим образом. Соматические клетки организма в метозе циклически делятся. Цикличные наши дыхания, сердечная деятельность, локомоции и прочее. Энергетические затраты на биохимические процессы у всех организмов берутся из универсального источника энергии – АТФ. Время жизни одной молекулы АТФ у человека составляет менее одной минуты, и АТФ не может храниться. В течение суток одна молекула АТФ проходит в среднем 2-3 тысячи циклов повторного синтеза. Организм человека синтезирует около 40 килограмм АТФ в сутки за счет цикла Крепса. Другой пример циклической организации дает циклический метаморфоз бабочек, состоящий из стадий бабочка, яйцо, гусеница, куколка-бабочка. Характерно, что никто не учит бабочку, как ей выбраться из куколки и начать летать, но она выбирается и начинает летать врожденными циклическими махами-крыльям, циклическая генетическая биомеханика. Все необходимое для этого уже имеется в ее генетической кодовой информатике. Многие подобные факты ведут к мысли, что система генетического кодирования обеспечивает наследование координированных циклических процессов, потому что она сама базируется на неких циклических кодах. Но какой из множества известных циклических кодов соответствует структурной организации генетической системы кодирования? Мною получены данные о соответствии семейства циклических кодов Грея структурированной системе генетического кода. Полученные результаты позволили мне выдвинуть следующий эффективный модельный постулат. Живые организмы являются циклически кодированными циклическими сущностями. Бинарный код Грея порядка n является последовательностью 2 в степени n, n-битных чисел, в которой любые два соседние числа различаются только на один бит. Расстояние Хемминга между ними единица. Эти коды широко используются в технике и очень известны. Числа в кодах Грея кардинально отличаются от двоичных чисел, хотя они также представлены последовательностью нулей и единиц. В ДНК алфавит четырех нуклеотидов ТАЦГ является носителем системы бинарно-оппозиционных признаков. Во-первых, двое из этих нуклеотидов являются куринами А и Г, имея по два кольца в своей молекуле. А двое других, С и Т, являются перемединами с одним кольцом в молекуле, что дает представление в синих символах СТ0, А и Г единица. Во-вторых, двое из этих нуклеотидов являются кетомолекулами Т и Г, а двое других С и А аминомолекулами, что дает представление в красных символах С и А0, Т и Г единица. В силу этого алфавиты ДНК четырех нуклеотидов, 16 дуплетов и 64 триплетов представляются в форме квадратных таблиц, столбцы которых нумеруются оппозиционными признаками пурин или перимидин, синие символы, а строки – оппозиционными признаками амина или кета, красные символы. В этих генетических таблицах строки и столбцы нумеруются мной упорядоченными числами эмпитных кодов Грея по примеру Карно, известных в булевой алгебре в методе упрощения ее выражений. Такая нумерация используется специально для поиска возможной связи системы генетического кодирования с булевой алгеброй логики. В таких таблицах все моноплеты, дуплеты и триплеты автоматически занимают строго индивидуальное место. Каждая ячейка в этих матрицах, так же как энплет в ней, нумеруются соединением номеров кодов Грея, ее строки и столбца. Мы называем такие матрицы генетическими картами Карно. Расположение 4 моноплетов, 16 дуплетов и 64 триплетов в генетических картах Карно представлено на этом слайде. Как аминокислоты и стоп-кодоны, кодируемые триплетами, располагаются в такой генетической карте Карно для 64 триплетов? Количество вариантов расположения 20 кодируемых аминокислот с их повторениями для заполнения такой 8 на 8 таблицы огромно. Много больше 10 в сотой степени. Для сравнения физика оценивает время жизни Вселенной всего лишь в 10 в 17 степени секунд. Будет ли это расположение хаотичным или окажется закономерно симметричным? Следующий слайд представляет случай генетического кода метахондрии позвоночных, который считается самым древним и симметричным среди диалектов генетического кода. Оказывается, что из океана возможностей природа выбрала закономерный симметричный вариант повторения и расположения 20 аминокислот и стоп-кодонов в этой матрице 64 триплетов. Показанная матрица кодируемых аминокислот и стоп-кодонов состоит из пар соседних строк 0,1, 2,3, 4,5, 6,7 и идентичных по составу аминокислот и стоп-кодонов, показанных цветом. Так, строки 0,1 содержат одинаковый состав и расположение красных аминокислот, пролин, глутамин, дистидин и т.д. При этом строки в каждой из указанных пар 0,1, 2,3, 4,5, 6,7 характеризуются тем, что последовательность 6-битных номеров их 16 ячеек образует циклическую последовательность с единичным расстоянием хеминга между соседними ячейками. Каждый из названных пар строк имеет закономерную циклическую структуру расположения в ней всех аминокислот, кодируемых разными триплетами. Любая аминокислота расположена только в тех ячейках, 6-битные номера которых образуют циклическую последовательность с единичным расстоянием хеминга между соседями. Например, в верхней паре строк 0,1 аминокислота пролит, кодируемой четырьмя разными триплетами, расположена в четырех ячейках, номера которых образуют цикл типа кода Грея, показанных на слайде. Ячейки на картах Карно булевой логики известны как минтермы, а каждое значение ячейки представляет соответствующее выходное значение булевой функции. Эта закономерная генетическая карта Карно показывает один из примеров связи алфавитов-энплетов ДНК и системы генетического кодирования в целом с системами булевых функций. Выявление структурных связей между системой генетического кодирования и алгеброй логики заставляет вспомнить основателя математической логики булевой и его книгу «Исследование законов мышления», на которых основаны математические теории логики и вероятности. Предложенная булем математическая логика десятки лет считалась никчемной для практики, а теперь на ней основаны компьютерные технологии, интернет, варианты искусственного интеллекта и прочее. Будущее алгебраической биологии также, по нашему мнению, связано с творением булевых функций. Важно, что пространственная упаковка хроматина в геноме оказалась соответствующей именно кривой Гильберта, представляя ее полимерную фрактальную трехмерную глобулу, изображенную на обложке журнала Science в 2009 году. Следует добавить еще, что коды Грея тесно сопряжены с функциями Уолша, секвентным анализом Хармута и спектральной логикой, которые широко используются в технике связи, анализе авиакосмических изображений, логической голографии на функциях Уолша, антеннах Уолша с уникальными свойствами, геодических часах и многих других технологиях и концепциях. Смотри статью в «Успехах физических наук». Это сопряжение полезно для разработки новых подходов к моделированию наследственных явлений и задач искусственного интеллекта. Другие свидетельства существования генетического булевологического кодирования и значимости циклических кодов Грея в генетике можно видеть в следующих моих статьях и книге, показанных на слайде. Но в этом кратком докладе представлю только тему коллективного алгебрологического сознания в живом, сопряженную с темой булевологического кодирования. Биологии насыщены наследуемыми явлениями целесообразного логического взаимодействия между частями единой биосистемы. Обнаружение связи системы генетического кодирования с булевыми функциями булев генетический код дает новые подходы к осмыслению этих фундаментальных явлений. Обратимся к примерам. Одноклеточный организм Миксатриша парадокса движется за счет находящихся на его поверхности 250 тысяч спиральных бактерий репонема спирохетес, спиральные жгутики которых согласованно скручиваются как единое целое, обеспечивая целесообразное движение на нужных направлениях и скоростях за счет логических взаимодействий и логического управления. Водоросли Вульвакс, колониальные подвижные организмы, состоящие из множества жгутиковых одноклеточных, целенаправленно передвигаются за счет логически согласованного биения жгутиков всех клеток. В биологии считается, что многоклеточные организмы эволюционировали от одноклеточных через такие колониальные формы. Целостные организмы в решении коллективных задач также взаимодействуют между собой на основе врожденных логических механизмов без необходимости сложного индивидуального обучения. Примеры. Танец пчел с передачей информации через логику движений. Коллективизм в колонии муравьев, где каждый муравей имеет свою специализацию, но действует в интересах колонии. От выживания которых зависит их жизнь. При этом действует сложная система коммуникации между особами. Можно условно говорить, что муравейник обладает коллективным логическим сознанием. Многомиллионные коллективы термитов наделены коллективным логическим сознанием, в литературе пишут, мегамозгом, творящим немыслимое для отдельного насекомого. Они строят термитники до 13 метров высотой с огромной системой воздуховодов и жилых камер с целью поддержания определенной влажности и температуры, необходимых для их жизнедеятельности. Ведут сельское хозяйство, выращивая в термитниках грибы для парокорма колонии и прочее. Представляется, что биологическая самоорганизация в целом строится на наследуемой логике взаимодействий, сопряженной с булевой алгеброй логики, с которой связана система генетического кодирования и фундаментальный закон все или ничего активных биотканей. В общем философском и трудно определяемом понятии сознания я предлагаю выделить, как его подраздел, коллективное алгебрологическое сознание. Для моделирования его проявлений можно использовать формализмы булевой алгебры логики, связанные с генетическим кодированием, фундаментальным законом все или ничего активных биотканей и прочее. На этом пути видится взаимное обогащение биологии и инженерии, поскольку на основе булевых операций, функций, в технике строятся многотактные схемы с конечно-автоматными отображениями, имеющие память и содержащие циклы, в отличие от однотактных схем, не имеющих памяти. Выводы. Выявлена связь системы генетического кодирования с булевой алгеброй логики. Второе. Выдвинуто и аргументировано положение о существовании, помимо известного всем генетического триплетного кода аминокислотных последовательностей белков, более общего генетического энплетного кода булевых функций, важного для осмысления наследуемой логики взаимодействий частей тела. Третье. Концепция коллективного алгебрологического сознания, как сопряженного с булевым генетическим кодом подраздела общей теории сознания, полезна для понимания логических взаимодействий в колониях коллективных организмов. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...